Роман Казаков у нас сегодня в гостях, председатель Крадиционного Совета Народный Контроль. Доброе утро! Тема интересная, тема сокращений, да? Но иначе ее не назовешь, потому что действительно много сегодня в нашей жизни и ЖСК, и ТСЖ, и УК. А вот о каждой из них и поговорим. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте расшифруем сначала. УК – управляющая компания. Дальше остальные. ТСЖ – товарищ со собственником жилья. Если в доме вдруг есть кооператив, то это будет ЖСК. И у нас еще есть отдельная форма управления, непосредственное управление. Такая форма управления, возможно, в многоквартирных домах, где не более 30 квартир. И граждане приняли решение о том, что домом они хотят управлять самостоятельно, без дополнительной структуры, которой можно было бы все поручить. Но УК – это, наверное, самая распространенная схема. И очень часто люди, у которых есть управляющая компания, я, по крайней мере, слышала такие разговоры. «Ой, зачем она нам нужна? Мы ей слишком много платим. Давайте сделаем ТСЖ и будем платить меньше». Правда работает такая схема или нет? Надо считать деньги. Как и в любом другом вопросе, который касается нашей жизни, всегда нужно считать расходы, которые это повлечет. Товарищество собственников жилья – это удобная форма управления домом в том случае, если дом относительно велик. Дело в том, что есть законодательное ограничение. Товарищество собственников жилья, как правило, организуется в одном доме. Это может быть несколько домов, но только в том случае, если у них есть земельные участки, которые граничат друг с другом. И есть общие инженерные сети и элементы благоустройства, которые предназначены для обслуживания всех этих домов. В таком случае ТСЖ может быть создана на несколько многоквартирных домов. Но, как правило, это один дом. И мы всегда исходим из того, что нам нужно понимать, какая у нас будет собираемость денежных средств, чтобы на нужды дома все проблемы у нас можно было решить. Ну, например, мы берем, допустим, многоквартирный дом, в котором 4,5 тысячи квадратных метров. Это, например, это пятиэтажка на шесть подъездов. И при среднем тарифе в 20 рублей мы понимаем, что у нас плановая собираемость будет где-то 90 тысяч рублей. Соответственно, учитывая, что в любом доме есть неплательщики, ну, допустим, что это будет не 90 тысяч рублей, а где-то 80. И в таком случае мы начинаем считать, что нам необходимо на зарплату председателя, бухгалтера, дворника, слесаря, электрика, плотника, ну, допустим, паспортный стол будет вести либо председатель, либо бухгалтер, нам необходимо вот эти деньги распределить, во-первых, на их зарплату, во-вторых, предусмотреть эти деньги на текущие какие-то мелкие ремонты и так далее. И мы понимаем, что тех самых 80 тысяч рублей нам просто не хватит на все, что мы по минимуму должны делать. Но при этом, если у нас многоквартирный дом, допустим, 10 тысяч квадратов, или уже там более большие дома, там 15 тысяч квадратов, мы понимаем, что средний тариф для этих домов, так как там есть лифт, то где-то будет 24-25 рублей, он уже позволяет так или иначе отладить финансово-хозяйственную деятельность и хорошо жить. Но в ТСЖ, как практика показывает, все упирается в то, что смогут ли жители многоквартирного дома найти достойного председателя, который будет этим домом заниматься. Практика показывает, что если человек грамотный, небезразличный и ответственный, в ТСЖ будет жить прекрасно, и в этом доме будет все намного лучше, чем в том доме, где есть управляющая компания. Но если этот человек окажется жуликом и проходимцем, то избавиться от него и от ТСЖ будет сильно сложнее, чем избавиться от управляющей компании. Хорошо. А что делать тогда с теми платежками, к которым мы привыкли? За воду, за электричество, за отопление? Они также будут приходить индивидуально, или все-таки этим будет уже руководствовать председатель ТСЖ? В зависимости от формы управления, варианты есть разные. Если у нас непосредственное управление и в доме всего 30 квартир и менее, в этом случае это однозначно расчеты напрямую с ресурсоснабжающими организациями за все коммунальные услуги. Если у нас управляющая компания или ТСЖ, мы на общем собрании вправе принять решение. Мы оплачиваем напрямую ресурсоснабжающим организациям услуги, либо мы, соответственно, через управляющую компанию или через ТСЖ по единой платежке оплачиваем данные коммунальные услуги, а дальше они уже отдают деньги ресурсоснабжающим организациям. При этом ресурсоснабжающие организации могут с ними в одностороннем порядке расторгнуть договор. Это случится в том случае, если ресурсоснабжающая организация в суде подтвердила наличие долга более чем за два месяца у управляющей компании перед РСО. И в этом случае в одностороннем порядке этот договор может расторгнуть и назначать жителям выставлять платежные документы. А если по такой схеме поработать, например, у тебя есть ТСЖ, есть председатель, есть довольные жители, есть собираемость, которую мы посчитали, а все остальные коммунальные дела скинуты на самих жителей. То есть председатель работает на благо дома, на благо двора, на благо подъездов, а я уже как житель сам рассчитываюсь через личный кабинет за все коммунальные услуги, которые ко мне приходят. Это возможно, это правильно, в том случае, если вы не хотите подставить ТСЖ под возможное банкротство, либо под потерю денег. Почему? Сама история с прямыми договорами появилась как инструмент защиты ТСЖ и управляющих организаций от возможных банкротств в свете неплательщиков. Ведь в общей структуре документа, там, 5000 рублей у кого-то за месяц за коммуналку выходит, у кого-то чуть больше, мы понимаем, что две трети денежных средств – это не деньги управляющей компании или ТСЖ, это деньги ресурсоснабжающих организаций. И таким образом, если люди при отсутствии прямых договоров не оплачивают коммунальные услуги в управляющей компании в ТСЖ, у управляющей компании ТСЖ формируются огромные долги перед ресурсниками. И в итоге ресурсники по истечении, как практика показывает, 3-5 лет запросто могут обанкротить любую управляющую компанию или ТСЖ. Чтобы этого не допустить, конечно, вводится как раз система прямых договоров, и в этом случае уже конечный потребитель, физическое лицо и гражданин за эти услуги отвечает. Надо здесь отметить, что, опять же, в отличие от непосредственного управления, где люди всем заняты сами, в случае с управляющими компаниями и ТСЖ, не все управляющие организации и товарищества, они идут на прямые договоры. Почему? Многие стремятся у себя оставить расчеты через себя за электроэнергию. С чем это связано? С тем, что рубильник по электроэнергии является, на самом деле, одним из немногих, или, если не единственным, действенным рычагом воздействия на неплательщиков. И дергать рубильник фактически за отсутствие долга, за наличие долга, может только исполнитель коммунальной услуги. Если мы перешли на прямые договоры, то исполнителем уже является не управляющая компания и ТСЖ, а ресурсоснабжающая организация. Но если мы остались на расчетах через управляющую компанию без прямых договоров, тогда уже за наличие задолженности уже рубильникам могут дергаться они. А это, соответственно, будет оперативнее и как-то быстрее действия? Быстрее негулирует и, соответственно, побуждает граждан быстрее рассчитаться с задолженностью или хотя бы заключить соглашение о реструктуризации и погашении долга. Хорошо, а если будут какие-то штрафы за не вовремя оплаченные ресурсникам услуги, а здесь какие применяются санкции? Здесь штрафы бывают разных составляющих. То есть первое, если у нас есть задолженность, это начисление пений. Оно есть и, соответственно, при прямых договорах и при расчетах через управляющую компанию или ТСЖ. А до конца года этого у нас быть не может. Это постановление правительства запрещено, введен мораторий. Но как только год закончится, и все, мы надеемся, встанет на свои места, то, конечно, требования будут те же самые. Это значит начисление пений с 31 дня несвоевременной оплаты в размере 1,03 ставки рефинансирования Центробанка на день погашения платежа. И, соответственно, 1,130 ставки рефинансирования Центробанка с 91 дня несвоевременной оплаты. Это то, что касается несвоевременных платежей. Отдельно мы можем сказать о штрафах за ненадлежащее содержание общего имущества. Дело в том, что есть расхожее заблуждение о том, что управляющая компания по штрафам платит нашими деньгами. Это не так. В тарифе на жилищную услугу предусмотрена услуга управления. Это деньги на зарплату персонала управляющей компании, на их там офисные расходы, горючие смазочные материалы и так далее, и так далее. Вот штрафы за ненадлежащую работу управляющей компании она оплачивает из своей управленческой услуги. В отличие от товарища собственников жилья, где никакой-то управленческой услуги нет. И фактически товарищ со собственников жилья, получая штраф, будет это оплачивать из тех денег, которые люди отдавали на содержание именно общего имущества в их многоквартирном доме. Как много подводных камней, а? Пока далеко не ушли. Пени не начисляются в этом году у нас? В этом году у нас пени нет. До конца этого года введен мораторий. Более того, даже если на момент введения моратория, то есть на начало апреля, пени были накоплены и была какая-то сумма расформирована в виде долга, то дальше пени не растут. Вот то, что было начислено до момента введения моратория, оно есть. То, что было, та задолженность, которая возникла после введения моратория, она под пени не подпадает. Короче, надо стараться до конца года и пени закрыть, и долг. Лучше долгов не иметь, это правда. Да, ну или, по крайней мере, долг снизить, чтобы не было таких больших пений. Ну и разобраться вообще в этой теме, сделать выбор, может быть, от управляющей компании перейти все-таки к форме ТСЖ или обратно, но это сложнее, как сегодня мы узнали, благодаря нашему эксперту. Огромное количество вопросов по этой теме, возможно, еще осталось у наших зрителей, но их можно адресовать и нашему эксперту, и организации, которую он представляет. Называется она «Народный контроль в ЖКХ». Есть сразу несколько адресов, по которым вы можете обратиться. «Горького 10», «Юности 39А», «Свободный 58». Ну и телефон, который тоже вы можете себе записать, и за бесплатной консультацией по вопросам ЖКХ туда обратится. «288-16-10». Важный номер телефона для всех, кто слушает всегда романа, как вот в Википедию по космосу. Откуда такое количество информации, я не знаю. Спасибо большое. У вас с началом новая рабочая неделя. У вас тоже. Новых вам любителей и тех, кто хочет просто познакомиться со всей этой системой. Продолжим эфир прямо сейчас.